Итак, друзья, у нас здесь очередное видео сравнение оригинальных и неоригинальных пары от компании New Balance, модель X-90. Честно говоря, уже на полноценное видео все это не тянет, поэтому я вам покажу, что на самом деле, хотя, конечно, эти модели отличаются, у X-90 действительно есть вот такие вот пары, которые полностью из сетки сделаны или из замши, то есть именно чулочного типа. Но на самом деле, Midsol у них абсолютно идентичен, внутренняя часть тоже очень похожа, поэтому я вам покажу основные элементы, которые вам помогут отличить подделку от оригинала. Сама подошва практически ничем не отличается, я думаю, по ней понять оригинальные, это пара перед вами или нет, практически невозможно. То же самое касается Midsol, то есть, ну, если у вас есть возможность, конечно, одновременно их попробовать, вы поймете, что здесь, конечно, материал более дешевый, вряд ли обладающий такой же амортизацией, как у этой пары, но если у вас нет аналогичной пары под рукой, это не способ определить оригинальность как 100%. Да, по ощущениям, общим ощущениям от продукта, наверное, человек поймет, что, скорее всего, это не оригинальная пара, но надо отдать должное, качество с каждым годом все выше, и вот даже сравнивать я их не вижу смысла, потому что, ну, наверное, в следующем поколении реплики будут абсолютно идентичны своим оригиналам. Нет, ну, если материалы и, скажем так, элементы визуального оформления очень сильно похожи, и отличить их крайне сложно, то вот, одев и две пары, вы почувствуете колоссальную разницу в колодке, в амортизации, в перекате, во всех этих элементах, конечно, пар не имеет права на существование. А сравнить, как всегда, можно именно эту пару по вот этому значку, друзья. Сейчас я вам покажу, что, собственно, они, вот если при близком рассмотрении из себя представляют, вот обратите внимание, да, то есть здесь, мне кажется, даже дилетант определит, что абсолютно разные шрифты, здесь вообще какой-то 2014 год указан производство, хотя по факту кроссовки в 2018 начали производиться. Здесь мы видим, да, вот никогда вот эти US, UK, все эти названия вот таким шрифтом не пропечатываются. Видно, что сразу это вообще не QR-код. Одним словом, ну вот по всем этим деталям, хотя должен отметить, что вот эта вот бирка достаточно качественная, потому что бывает гораздо хуже. Но даже по ней абсолютно понятно, вот при ближайшем рассмотрении, что это не оригинальная пара. Другие элементы, друзья, даже не пытайтесь рассматривать, потому что вряд ли по ним вы сможете определить оригинальность этой пары, оригинальная она или нет. Поэтому здесь вот рекомендую, смотрите на коробке вот эти вот аббревиатуры и, соответственно, как бы вот рассматриваете на язычке вот эти надписи. По крайней мере, у New Balance другого способа отличить, быстрого способа отличить оригинальность модели не существует. Я ни разу не сталкивался с идентичными вот этими шильдиками на язычках у Pali и оригинала. Они всегда крайне отличаются.